приветище сегодня мы с тобой поиграем симулятор снегоуборщика в нашу жаркую летнюю погоду мы возвращаемся к снегам что ж выбираем сложность реалистичный нам просто как в жизни будем купаться в сугробах и остывать от нашего знойного солнышка пойдем выйдем отсюда сразу социальный стол социальный стол это вот мы можем тучек попить кофе и попить правда на данный момент у нас нету самого чая и нету самого кофе его нужно купить но чуть позже снежок можно снежного ангелочки сделать мы умеем приседать нет мы не умеем приседать но мы по крайней мере видим свои ноги смотри что я могу сделать ухты у меня есть одна идейка слушай если я делаю вот 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 так вот вот так вот потом вот так вот стойте да хорош мне эти обучающие материалы показывать не уродливо выходит очень уродливо так стой подожди если вот так вот так и так и так и так и так ну как бы можно в принципе если с высока спичью полет посмотреть то что-то туда получится ладно заходим короче подойдем к нашему компику и купим первую лопату мы все-таки снегоуборщик нам нужно убирать снег мы с некого уборщик на нашем районе кроме нас никто снег убирать не будет маленькая лопатка куплена и она должна скоро приехать смотри вот эта карта это все курьер привез мне лопату зашибись здорово это карта нашего района но сейчас она в летнем режиме разработчик над нами издевается типа говорит что смотри здесь может быть лето но ты его никогда не увидишь и вот ты можешь посмотреть хотя бы на летнюю карту но ок но ок сохранение выглядит как доска учебная подходишь сохраняешься нам пока что это не нужно дальше инвентарь вот он я вот этот мужичок усачок это мы вместо имени тут написано тонкий свитер но я так полагаю это не наше имя это то что на нас одета скорее всего мы можем у нас есть карманы этого первых можем мы с тонким свитером находиться на улице в такой вот температурный режим от 5 градусов до 15 градусов это наша лучшая температура для нас лучшая температура в которую нам удобно работать чтобы ее соблюдать этот режим температур у нас есть градусник вот сейчас у нас 11 15 время тут бешено конечно бежит и написано что минус 11 то есть в такую погоду нам не очень-то приятно будет работать мы очень активно будем мерзнуть но что поделать значит вот снег который нужно нам убрать нажимаем клавишу и вот нам показывают тут видимо снеговик напрудил и нам нужно вот сейчас снеговичковую вот эту фигню убрать почтовые ящики это все нам надо отключить короче обучающие материалы и все берем значит лопату а лопату мы же еще не взяли вот ее очень-очень хорошо запаковали чтобы не повредиться перепели перегрузки и загрузки там перевозки ваших тестов но все можно вот отключить подсказки нам это больше не надо все можно в принципе копать сразу нам показывает сколько килограмм мы накидываем себе снега на лопату то есть по 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 4 килограмма я первый раз копнула дальше как бы налегке по 16 чем лучше мы раскопаем тем в будущем будет лучше для нас за то что мы чистим территорию себя нам конечно же никто ничего не платит это жест доброй воли для себя для любимого себя так сказать температура тела у нас он там слева вверху то есть 36 5 мы немножечко начинаем замерзать потому что 36 и 6 всегда температура нашего тела должна быть также слева вверху у нас калорий это наша энергия которая тратится и если мы ее потратим то мы не сможем работать и чем меньше и становится тем медленнее мы работаем то есть лопаты мы будем меньше махать когда у нас останется допустим 2000 калорий вот такие-то дела не зря спортсмены смотрят на калории почти почти расчистили свою дорожку справа вверху есть карта на которой отображается снег синий который нужно нам расчистить и процент расчищенного этого снега то есть сейчас на данный момент у нас 34 процента мы к успеху идем скоро расчистим вот можно также сойти в магазин вот сюда шины для машины купить но машина это отдельная история это чуть позже плуги я думаю ты понимаешь что это такое там ставится на трактора и на машины чистить снег одежду можем прикупить но пока что в нашем магазине ничего нету также также есть еще ассортимент с едой чтобы пополнять калории на данный момент мы можем заказать пиццу можем заказать апельсин газировку но сразу тебе скажу что это все сейчас очень дорого и тут есть другие магазины которые работают в другом часовом диапазоне то есть допустим сейчас сколько у нас время у нас сейчас моменту о мы можем отдохнуть я не знал сколько времени то у нас 16 00 то есть ночью будут работать другие магазины с утра другие днем другие и так далее и у каждого будет свой ассортимент я люблю вообще предпочитаю покупать бургеры хот-доги но вот это вот все чтобы жирнеть чтобы максимально дешево и сердито чтобы калорий поднимала за дешево и очень сильно так что будем экономить бабло на своей еде заработаем гастрит но зато накопим на плуг и будем чистить дорожки еще лучше пока что все хорошо идет хорошо что тут нету туалета иначе если бы я ел чё попало я бы с толчка наверно бы не слезал вот а я здесь буду есть чё попало те же самые хот-доги только хот-доги буду жрать да не шутка маффины я маффины буду есть маффины это вещь они так мощно жестко калорий поднимают смотри мы уже начинаем сейчас замерзать потому что температура сейчас поменяется пойдем посмотрим сколько вообще сейчас градусов на улице пойдем ну-ка 19 часов минус 10 по моему потеплело даже да смотри на 200 минус 9 будет общий килограмм а тут еще весы есть то есть смотри в каждую погоду снег становится тяжелее то есть вот и показано что снег пойдет вот сейчас уплотненный снег нам показывает и он тяжелее намного его убирать тяжелее потому что хотя а вот начинается пурга и вот метель снежная все понятно и вот ее сложнее убирать то есть если я щас здесь копну то у меня будет не 1 из 6 нифигасе 40 килограмм снега я щас копнул обалдеть а до этого по полкило да было но не попал по полтора то есть ничего себе вот это уплотненный снег и сразу калории убываются очень активно каждый раз когда мы заходим кстати в помещение мы согреваемся то есть как согреться это попить кофе или чай или же зайти в помещение просто там потусоваться некоторое время а еще я козырно умею вот так вот вертеть лопатой сделай еще разочек дружочек мало видал лопатка кручу ф-ф-ф-фристайла лопаточная ну чё вроде бы мы все от капом еще я могу знаешь как копать смотри сейчас тебе покажу вот так а то мы все вниз вниз могу вот так вот наверх смотреть ну то есть на свой дом и прям конкретно на звезды идти копать лишь снег там куда-то выбрасывается я на звезды смотрю вообще шикарно ну как был симулятор снегоуборщика счету хотел конечно тут будешь только лопатой махать что почти убрали 75 процентов территории мы очистили еще чуть-чуть дальше мы прикупим себе другой инструмент которым будем чистить пошустрее смотри-ка снег стал простым рыхлым легким чистила уже одно удовольствие так что надо бдить за временем и смотреть на у почит такой там что тут у нас я деньги нашел у тебя это же я их наверное потерял у меня же на территории 500 баксов спасибо вообще я сюда приехал на заработки как бы мне сказали что нет снегоуборщика я сюда приехал вот бабки поднимая в прямом смысле поднимая чем не чуть-чуть осталось это как раз мне 500 баксов пригодится для моих новых инструментов прям хорошо хотелось зайти в здание и посмотреть чё там по температуре сейчас я наверное это и сделаю секундочку вот эту дорожку докопая когда проценты справа вверху над картой нам показываются зелененьким цветом это значит что мы можем уже сдать задание по чистке территории и не получить какие-то плюшки преимущества и двигаться дальше но это чуть позже я хочу расчистить дорожку себе прям на сто процентов ведь это получится сейчас ну вот как бы 98 почти 100 ну еще чуть-чуть подкопать где еще надо вот тут чуть-чуть то есть ты понимаешь да симулятор снегоуборщика это постоянно ты смотришь на лопату на свои ноги и на снег 99 и один процент ну все можно сдавать как сдаются задания подходишь к почтовому ящику нажимаешь и тебе говорят ты за 6 минут раскопал 99 процентов нужной территории ты такой да я красавчик и вот мы видим что мы своем офисе убрали 25 квадратных метра снега упаковка снега тип снега упаковка ну ладно допустим 25 квадратных метров понятно вес всего снега который мы убрали 770 почти тонну мы убрали вот теперь клиенты могут приходить в ваш офис без каких-либо проблем поздравляю уборка снега с подъездных путей гаражным оборотам все еще продолжается просто купите более мощный инструмент что мы сейчас с тобой и сделаем теперь я могу купить грибок скребок грибок вот он вот он этот скребок маленькие 200 баксов стоит скорость уборки снега ты можешь вот тут умеет 200 метров квадратных в минуту когда лопатам убирали всего 50 покупаем этот скребок заказываем вот температура смотри 36 и 5 мы в офисе сейчас находимся уже 36 и 6 согрелись немножечко теперь нам нужно курьер привез мне скребок спасибо причем видишь машины никакой нет вот здесь вот просто появляется все оборудование которое заказывал подходишь забираешь и теперь можешь это вытащить вот он вот так вот он выглядит пойдем посмотрим пойдем посмотрим что у нас по температуре свежий снег убирается легко минус 14 градусов ладно допустим значит сейчас будет убираться легко откуда начнем а я предлагаю отсюда доставай свой скребочек и погнали ох сне сразу соточку сразу соточку смотри 100 килограмм не тяжеловато мне убирать этот снег хоть он и свежий ну прям капец то есть больше чем 100 килограмм я на этот скребок не могу взять то есть соточкой все и автоматически скидывается ну дальше типа бессмысленно окей давай посмотрим что когда там у нас погода изменится в 12 00 максимальная нагрузка снежная будет смотри мне нужно дождаться 16 00 тогда я смогу спокойно убирать снег окей давай немножко под а отдохнем подождем хочешь вздремнуть пару часов да я бы вздремнул что-то как-то тут не пару сколько сколько четыре часа 4 а отлично снег сейчас стал полегче пойдем проверим пойдем проверим то есть вот я сейчас отсюда начинаю дань блин чё за дела то о дела странные дела но здесь понятно убирается побольше потому что я здесь в принципе расчистил ну как бы как варианта сейчас это собирать вот такие кучки а потом лопаты все раскидывать то самый простой вариант лопата вообще универсальный инструмент он может копать как хочешь ну то есть если скребок собирает снег то лопата выкидывает снег сколько мы убрали пока не сколько вообще 16 процентов каких-то никчемных видал какой глубине клыбине снежная у меня на саночках во кстати смотри вот сейчас снег стал реально легче но отлично вот смотри мы берем вот этот вот сугроб снега и тащим его а раньше мы его не могли тащить все отлично теперь работаем работаем пока есть время пока все время все это за пределы за пределы выкидываем вот сюда и опять таки мне за это никто ничего не заплатит потому что моя территория то есть по логике вещей я должен сам себе платить но нет такого не будет надо побольше брать давай кого-то отсюда наверно начнем и поехали вот эта максималка которую я могу разгребсти за раз так тогда и делаем потом лопаточкой это все уберу не страшно кажется что-то блеснуло в снегу где где где-то что-то блеснуло в снегу не знаю ничего вроде не блестела нифига себе вот это я раскопал ключ так раскопал ключ от частной комнаты надо надо у нас же тут дверь была закрыта вот это это частной комнаты теперь мы нашли этот ключ и можем туда попасть а еще у нас же тут есть . но в тачку мы сесть не можем потому что у нас нет ключей куда же мы положили их а кто бы мог подумать но я думаю тоже догадался мы тоже их найдем где-нибудь снегу больше чем я уверен а нет нет снегу ну ладно пока есть время надо убирать надо убирать а то потом снег опять станет липким тяжелым и для меня это станет большой проблемой началась снежная мечель а еще и гроза не пика цепи все сейчас снег намокнет и будет убер тяжелым но пока есть возможность надо все это убирать отсюда вот эти огромные глыбы снежной фух дождь прошел очень быстро эту мне на руку медленнее стали работать потому что калорий у нас очень мало пойду прикуплю себе еду и да и да и да нужна мне сейчас во вот они маффины и смотри тут на написано сколько они дают калорий ну каждая еда то есть пицца 800 калорий за 7 баксов суп за 4 бакса 200 калорий бургер за 12 долларов 1200 калорий и как бы вот когда ты видишь вот эти калории ты понимаешь что маффин это просто божественное дешевое блюдо который ты можешь купить и за 2 бакса восстановить 1600 калорий когда бургер дает тебе за 12 баксов всего 1200 то есть мы просто берем и покупаем огромную кучу маффинов и мне этого хватит выше крыши открываем хаваем несколько булочек и теперь полными сил мы во-первых стали в шустрее бегать а во-вторых смотри как я теперь скребком скребу то по асфальту снежному намного шустрее поехали почти все разгребли мы молочки единственное я все как-то не так наверное стаскиваю не в ту сторону не в этот угол надо было стаскивать потому что вот эту то часть куда я потащу куда я потащу ну вот я тут немножко под расчистил дальше я знаю что сделаю несмотря на то что у меня тут синяя линия немножечко осталось ну тут можно подкопнуть у ворос тоже надо будет подкопнуть потому что туда скребок не подходит нам же этот снег нужно куда-то выкинуть а скребком мы сюда не подъедем вот таким вот образом все выгребаем и в принципе машина может уже отсюда выехать и заехать чего нам и нужно было вот и все так и оставим 96 процентов нам более чем достаточно все сдаемся за 9 минут я управился пять тонн снега я выгреб сейчас ты представляешь 81 метр квадратный мощь мощь теперь нам открылась карта и мы можем отсюда валить куда только валить везде снег ну посмотрим нам по крайней мере сейчас должны задание давать о темной свет над купить это уличное освещение включил елки-палки а я в темноте работал воду рында надо было раньше сюда подойти так значит давай зайдем в нашу частную комнату на же ключ теперь есть включим свет ай вон ту белив типа хотелось бы верить во что-то лежит книга моя история радио взять ключи от очки мы их нашли зашибись стол ети лампочки как микроволновка спицы можно погреть новости про про снежного человека в лесах сугробах какие-то пароли прочее всякая лабуда ну вот собственно это моя каморочка небольшая здесь мы можем переодеваться вот а теперь мы выходим и сейчас заведем свой драндулет и поедем наверное во первых открыть можно тут свет включить вот переключатель и свет здесь а вот вот свет здесь не включается хотя хотя лампы подключены именно к этому до выключатели включателя когда откроем дверь от него от него будет сюда свет падать все садимся в наш трактор то есть пикап пикап трактор одно и то же по сути очень мощный вместительный большой чё поехали все мы выехали мы здесь катаемся ну потому что резина у нас по ходу летние непонятно почему наш товарищ не переодел в зиму катаемся как корова на льду это ужасно просто мы сейчас поедем делать наш первый платный выезд по уборке снега карточку открываем вот она карта и вот два дома которые нам нужно убрать ставим маркер и поехали поехали на уборку снега за денюжки сейчас мы будем от этого не только ломаную спину болющую получать но еще и бабушки бабушки нам нужны бабушки вот мы приехали останавливаемся от снега ну точнее колея снежная остается от наших колес это очень здорово но в то же время ездить по такому снегу невозможно заходим вот здесь вот нам нужно убраться мистер энд а миссис и мистер смит нас приветствует описание работы тщательно очистить территорию мистера миссис смит это первая оплачиваем работа так что постарайтесь на славу окей чем тут нужно брать а совсем небольшой кусочек прочистить здесь ну что приступим приступ меня в принципе могу вот так вот смотри ногами тут покрутиться вот так вот ногами покрутиться и уже снег убирается он втаптывается от моих лапки от моих сапогов и как бы все чоки-поки да не на самом деле по процент убранного снега нам показать что нифига ты снег не убрал давай давай убирай поехали ой снег очень тяжелый конечно метель идет на дворе метель а я снег тут убираю надо было подождать немного наверно ладно сейчас сейчас просто сразу в угол сметаем это все вот так вот погода сейчас изменит ну понятно короче только лопаты сейчас тут выгребать это все по-другому никак центр дорожки выкопаю боковины буду сгребать в бок самый простой вариант мне кажется посмотрю на небо я свежим воздухом подыщу физическим трудом поработаю мышцы подкачаю а потом домой приду маффин и там чизбургер потом газировкой бахну и все это уйдет в мой жирный зад ну все достаем скребочек скребочек и поехали вот это другое дело а теперь блин она откопаем ничего страшного едем едем-едем сворачиваю на пофиг не получается у меня сворачивать очень быстро снег набирается вот тут вот тут получилось вообще со скребком поворачивать это надо еще умудриться довольно тяжело идем-идем-идем-идем поворот вот хорошо боги снежные дождливые потливые там не лейте мне сюда воды не тяжело с этой водой ну вот закончили расчистку дорожки вот тут можно чуть подкопнуть теперь мы переходим к подъездной части воротам вот вот так вот не лучших закрыть мне кажется что описание работает как будто я вышел и заново зашел у меня работу снова дали ладно приступим я думаю что что-что-что-что-что-что с чего бы начать давай с углом нет с углом нет надо середину прокопать так будет лучше поскольку снег да он тяжеловатый я думаю проще будет середина начать я центр мы раскопали и теперь отсюда берем скребок поехали о вот это я понимаю так нам как раз ништяк вот так и будем сейчас убирать ровно то что я хотел только не совсем опять пошел дождь и блин тяжеловато тяжеловато нам а вообще там по моему даже убрать то и не получится потому что смотри еще фонари стоят и нам и за счет фонарей туда дальше не уехать ну ладно убираем как можем тут все на эту дорожку существ почистим когда неподходящая а у меня температура снизилась пойду стачку погреть замерз подсижу погрею а то заболеть то мне не очень хочется маффин можем сожрать так быстрее буду снег убирать все пошли если короче я постоянно буду находиться на улице в своем в свитере при температурах низких больших низких то я замерзну и простыну и убирать снег станет еще сложнее чего мнению тишина штиль давай попробуем вот эту часть подарок гребсти по снег стал легче зашибись слава богам сейчас мы это быстренько уберем я тут уже столько времени потратил это капец блин нет я не до убрался завязывайте с вашими метелями чай гроза овощи зашибись а нет слушай там фонари вообще никак не мешаются так что прям сюда вот выгребаем прям вот так вот хотя не отчета там мешается тогда будем выгребать сюда и убирать лопатой вот и все 97 процентов мы убрали но так как мы за это получаем деньги чем лучше мы уберем тем лучше тем больше мы и получаем ну принципе тем лучше так что убираем до ста процентов и валим отсюда давай 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 скребочек чуточку нам осталось совсем чуточку все сто процентов ворот закрываем листок закроем идем сто процентов за восемь минут мы убрали 300 баксов нам заплатили почти за 4 тонны снега вы заработали немного денег всегда проверяйте магазин на наличие новой одежды или инструментов для покупки мистер и миссис смит порекомендовали вас своему другу я это хорошо они порекомендовали мне прибавится работы соответственно и денежки появятся мы сваливаем отсюда можно кстати маячки включить вот такие проблесковые типа уборка территории но они нам понадобятся потом когда мы будем чистить дороги да 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 здесь можно будет еще почистить и дороги по которым мы ездим потому что сейчас машину таскает в разные стороны просто нереально еще ей тормозит она ужасно и дрифтует зато прекрасно вот вот от дрифт есть какие-то положительные черты в этом когда много снега все заехали пойдем сходим в магаз ой двери прям все в нос зарядил что у нас по температуре 4 градуса в принципе зашибись зашип а так сегодня минуса и не будет смотри у нас такие приятные температуры очень здорово посмотрим что в магазине у нас появилась основной как это если тут маленький скребок тут маленькая лопата то тут основ что это такое основной на самом деле вот эту штуку я уже пробовал она мне дико не понравилась она очень плохо убирать снег и мы ее не будем покупать вот по шинам тут все понятно плуге нету одежда вот у нас появилась и тут уже смотри есть одежда которая нам позволяет при минус пяти работать при минус семи но каждая одежда имеет свои характеристики то есть допустим дышащая до аэрация удобства карманов сколько в них есть карманы кстати нужны для того чтобы положить в них побольше маффинов бананов газировки и все такое что нам понадобится на работе и мы сможем это съесть и выпить так что карманы играет огромное значение в нашей одежде но это все если понравилось ты увидишь следующей серии мы прикупим себе новую курточку прикупим новую одежду кстати вот про объекты тут же можно купить чай кофе и лекарства различные в том числе и термос один литр термоса 500 500 баксов стоит термос это очень дорого в общем если ты хочешь увидеть продолжение этой игры посмотреть что еще из инструментов нам откроется потом как мы сможем покупать плуги крепить их к тачке и чистить дороги это все ты сможешь увидеть следующей серии но только если ты поставишь лайк и подпишешься на канал чем больше лайков чем больше просмотров тем более вероятно выйдет новая серия по этой игре поэтому на сегодня это все спасибо что смотрел не забывай ставить лайки подписываться и увидимся в новом ролике до встречи